Вообще, когда этот фильм снимали, не думали об участии на фестивале и так далее, как его будем продвигать. Мы просто решили попробовать вообще посетить, что без бюджета, снять кино на своем опыте, объединившись и не пытались никаких иллюзий, постарались сделать хорошее кино. Объявили в сентябре, мы долго еще не верили, что попали. Мы понимаем, что там можно попасть в какой-нибудь подконкурс, а тут основная программа, мы представляем Россию, мы одни из России в этом конкурсе. И до последнего ждали официального объявления, и вот в конце сентября объявили, и мы вот с радостью поехали. А то, что ожидали ли получить какую-то награду, мы не пытали особых иллюзий, но в то же время, как любой автор, мы надеялись, что какое-то упоминание получим. И вдвойне мы были рады, и радостно было из-за того, что вот как только мы показали фильм, зрителям очень понравился, и вопросов именно таких, как о чем фильм, почему так вообще ни у кого не возникало. Головы, вопросы были, ну, другого характера, о названии там, о местности, где мы снимали. Истории простые, понятные, и необязательно, чтобы они случались где-то у нас в деревне. И эти истории вполне могут происходить и в Якутске, и в Варшаве, и так далее. И еще радостно было, что на следующие показы народу было еще больше, и мы узнавали, вот, чем способствуется этот ажиотаж, а потом, ну, выяснилось, что они, оказывается, вот, расказывают друг другу, там идет большой фестиваль, и там спрашивают, а на какое стоит сходить, да? И даже наши земляки специально так спрашивали у людей, а на какое можно сходить, и им советовали, наш фильм. И поэтому было очень приятно участвовать на этом фестивале, потому что там, в основном, был польский зритель, и приняли фильм очень хорошо. В итоге мы получили два приза. Это приз Ассоциации NetBag, это одна из самых больших организаций в мире кино, ну, именно специализирующаяся на азиатских фильмах. А второй, это уже специальный приз жюри, который присуждается, вот, есть главный приз, есть за режиссуру, есть спецприз жюри. Все, ну, всего лишь жюри дает три награды. Вот мы получили третью, и еще нам после написали, что есть какое-то финансовое составляющее, мы ждем там какие-то призывы, получим. Я вообще с детства очень большой любитель кино, и мне интересны все жанры, и вот, допустим, приходит идея, да, вот, и я хочу вот об этом снять. А там, допустим, если я бы специализировался на каком-то одном жанре, то, конечно, вот, идею там хоррора я бы не снял, если я специализировался на мелодорамах, да, допустим, или же, опять же, вот, захотел там любовную историю сказать, а я специализируюсь на таких брутальных мужских фильмах. Опять же, да, не смог бы снять. А тут я даю себе свободу, что хочу, то и снимаю, как хочу, из-за этого, вот, наверное, это не эксперимент, а просто желание рассказывать разные истории, не ограничивая себя жанрами. Эта история вообще, снятие этого фильма авантюрная, это мы снимали во время пандемии, как только объявили локдаун вот этот, да, я поехал в Вангу с семьей, на две недели, но оказалось, что я там засаду терял на два месяца, и вот там жили-жили, там общались с Димой, и в 11 дней я предложил, вот, ну, идея, и есть для меня совместная работа, именно сделать альманах из истории, и поделить историей, чтобы по режиссуре друг другу не мешать. Он подхватил, и там же в гараже у Димы мы передумали эти истории. Ну, одна уже у меня была написана еще в 18-м году, еще одна уже наработка была, ну, в связи с еди-сенопсиса, да, а потом вот эти истории некоторые придумали там же, что-то у нас в головах уже были наметки, да, и там же все обсудив, решили, ну, попробовать написать. И к нашему удивлению, мы за три дня написали по три истории. Ну, для нас, даже для нас, которые работают в таком быстром темпе, вообще это было удивительно, что мы сами удивились, что смогли так описать, да, эти истории. За такой короткий срок обсудили, кое-какие правки делали, на подготовку там, ну, дней 10 ушло там, выбирали актеров, локации. Еще сложность была в том, что был локдаун, пандемия, опасно было приглашать актеров в Якутск, потому что все в деревнях считали, что в Якутске все болеют, там же блокпосты были и так далее, там объявления там в WhatsApp в группу не отправишь, что ищем там актеров или локации. Ну, определенные сложности в этом были. Из-за этих ограничений мы решили вообще минимизировать группу, и съемочная команда состояла всего лишь из шести человек. И если обычно у нас в командах 20-30, тут всего лишь шесть, поэтому сложности еще было больше, но можно сказать, что мы возили за счет своего опыта, где мы работали в кино, потому что мы же очнали тоже с малобюджетных, там с минимальной группой, там все сами находили, делали, мастерили, поэтому вот этот опыт нам пригодился, и мы за две недели все сняли. А потом еще у меня же опыт монтажа фильма сразу после съемок, ну, это уже с 18-го или с 19-го практически кую, то есть снимаем, заканчиваем, я приезжая домой, копирую, сразу отменятый материал монтирую. Поэтому к концу уже съемок у нас уже был черновой монтаж, мы отдохнули один день, на следующий день с ним и посидели, закончили монтаж. А то работа там по изучению, по цвету уже целый год мы делали, но опять же ввиду этих ограничений, там студии были закрыты, актеры заболевали, кто-то заболевал, кто-то боялся, ну, вот, вот. И очень же много у нас персонажей, чтобы их всех озвучить, ну, было так неудобно, но мы справились уже, к следующему году мы закончили. А по временам года, у нас же в весной, в Мухае мы снимали, там за две недели природа меняется, да, из такого осеннего, в антуражек и отниму. И вот мы как раз и последнюю историю суткой снимали в самом конце. Уже очень многие вот начинают, все спрашивают про это название, и вот вчера, что ли, я был на радио, тут даже один мужчина позвонил, поругал меня, потому что, ну, и я сказал, что вот сходите, и узнаете, да, смысл, ну, и у каждого зрителя смысл будет свой. А вот этот мужчина позвонил и поругал, сказал, ну, вы режиссер, вы должны рассказать зрителю, почему такое название, да. Ну, здесь же много смыслов, да, ну, самое обычное, это собака и стреляй, да. Здесь подход должен быть название такой более философский, потому что там и стрельба есть, и собака там есть, и вообще отношение, да, вообще в якутском языке выражение отношение другу, как собаке, ну, вот, ну, именно это чисто якутское выражение, вот, это можно иметь в виду, да, можно иметь в виду и стреляй, потому что, опять же, по пословице русской, там, семь раз от мира, один раз отрежь, очень хорошо прицелься, обдумай все и стреляй, да, потому что истории там такие, где очень много вещей происходит именно из-за того, что там необдуманные поступки, да, не умение говорить другом, которое с каждым годом у нас увеличивается, мы перестатаем вообще в социуме общаться между собой, и это зачастую приводит к всяким ненелепым ситуациям, а в итоге это может превратиться в какую-нибудь большую таргедию или беду, и вот поэтому название очень неоднозначное, и на русском языке это перевернутая ты. Вот, здесь тоже есть смысл, мы очень долго думали над названием, и считаем, что вот эти две буквы соединенные вместе очень хорошо характеризуют всей территории нашего кино. Мы же друг друга знаем еще Сашу Колым, годки участвовали там в устных олимпиадах, но он в другой школе учился, я в другой, но все равно общались, знали друг друга, и вот в кино тоже помогаем, там делимся сценариями, даем друг другу читать иногда, я Диме помогаю там по монтажу, по технической составляющей, поэтому у нас вот никаких разногласий не было, но мы специально там же поделились, чтобы в режиссуре друг другу не мешать, и где он режиссером выступал, и я был вторым режиссером, где я режиссер, он второй режиссер, да, в итоге мы дополняли друга, подстязывали, и поэтому никаких сложностей мы не встречали в совместной работе. Все зависит от того, в каких условиях занимается кино, как-то один оператор, работая со мной, сказал, что в кино оказывается от таланта нужно всего лишь наверное процентов семь, а девяносто три процента это работоспособность, и я отчасти с этим мнением согласен, потому что какой бы ты был одаренный и талантливый, если у тебя работоспособности не будет, ты никогда в жизни не снимешь хорошее кино, потому что от работы, от того, как ты отдаешься своему детищу, да, многое зависит, вот, даже послушать, почитать интервью именитых режиссеров, да, с образованием или без образования или, у всех очень высокая работоспособность, и все вот, с съемочной командой, если там актеры там дают интервью, там, говорят слова о режиссерах, они все очень работоспособны, ну, вообще, кто-то работает в кино, там, лендяи, они цифериваются, да, потому что невозможно там где-то смуху вливать, там, и, и, там, в больнице, и, что-то тут опустить, потому что это такой механизм, командная работа, где все должны быть на подхвате, все должны быть очень работоспособны, ну, и, в частности, в малобюджетном кино, это очень ярко выражено, да, там, режиссер фигурен может помогать, там, таскать оборудование, да, допустим, ну, это, конечно, не очень хороший пример, но мы развиваемся, с каждым разом у нас команды все больше и больше, и их, если спрашивают меня, советуют молодые ребята там, а как вот снять кино, вот, недавно один парень такой говорит, я сделал проект, вообще офигенно сделал, подался вот этот Сенет Сахавут в фонд Арсенат Домска и говорит, я не прошу, как так, вот, я же написал, и, ну, и я говорю, ну, извини, конечно, написать можно всего, что угодно, но, допустим, ты есть, молодой парень, у тебя какая-нибудь работа, и есть, что посмотреть, что ты вообще можешь, да, говорить красиво, раски, рассказывать, многие умеют, а именно, вот, снять, он говорит, нет, а тогда, ну, кто тебе должен, тебе никто не должен, ты должен доказывать это, да, и сейчас очень хорошо, что многие снимают кино у нас, и везде двери открыты, да, там, если скажешь, я бесплатно приду работать там разнонарабочим или там постановщиком, для художника, постановщика, ну, или там кем-нибудь водителем, тебя с радостью возьмут, допустим, в наше время, когда мы начинали, никто не приглашал, допустим, хотя бы увидеть, как снимают, и многие же, когда вот впервые приходят на площадку, они удивляются, да, они, некоторые ребята бывают вообще в шоке от масштабов именно работы, о том, что это очень сложная работа, потому что многие думают, ты взял камеру, пошел, чем человека снял, и у тебя получился в силе, и на самом деле, там очень много нюансов, там подготовительной работы, там выставление света, камеры, вот, допустим, на черный снег, на выставление света перед каждой семеной уходило по 3-4 часа, ну, именно, чтобы свет поставить, вот, поэтому, вот, увидев это, они удивляются, допустим, 12 часов же у нас, да, семена длится, после, один, вот, из, новичков спрашивает, сколько вот мы сняли вообще от общего хорнометража вот за сегодняшний день, да, мы там проездили 600, что ли, километров, он такой спрашивает, только я говорю, ну, где-то, там, полутора минуты, он такой, как так, вообще, ну, возможно, но, опять же, там же, от истории, от манеры съемок, от недели очень много, но, в среднем, мы за одну семену снимаем 3-4 минуты от общего хорнометража фильма, но, бывает, исключение, допустим, там, одним кадром бывает, вот, опять же, на черном снеге у нас один долгий кадр, который длится 12 или 13 минут, мы сняли за одну ночь, да, но, мы сняли только на третью ночь, ну, то бишь, две ночи у нас не получалось, и на третью мы это сняли, вот, ну, работа такая, и, если ты хочешь снимать кино, сперва лучше, наверное, там, поработать каким-нибудь специалистом, опытным режиссером, увидеть вообще, как проходит киновый процесс, и потом уже уяснить для себя, хочу ли я этим заниматься, хочу ли я потратить свое бесценное время на такую работу, потому что у многих иллюзии испаряются, и они, кто-то остается, кто-то говорит, ну, нафиг работать в таких условиях. многие не верили, когда я только начинал, и говорили, ну, зачем этим заниматься, там, даже кто-то из родственников, там, говорил, что это вообще такое, ну, у тебя образование есть, высшее образование получил, иди работать, добейся успеха, подтяни всех своих младших братьев сестер, а что тебе вот это даст кино, и недоверие там на начале пути, именно когда я там стал снимать свои фильмы, некоторые из старшего поколения, режиссеры, там, или специалисты, они не, ну, там, очень снисходительно относились, да, и с одной стороны, можно было легко, там, ну, сформаться, или, там, сказать, блин, ну, да, там, я без образования, вот, очень долгое время некоторые люди, да, упрекали в том, что у меня академического образования, вот этого, специального нету, и, конечно, это в итоге, наоборот, меня закалило, вот это недоверие, я просто стал еще упорнее работать, приглашать специалистов с большим опытом, и на съемочной площадке я учился снимать кино с проекта, а проект я именно впитал их опыт, еще очень помогает брать наоборот безопытных, ты следишь за их развитием, и вот это все в губе наоборот дает очень большой опыт, еще очень большой опыт мне дало именно вот работа с малой командой, где ты сам ответственен за многое, и сейчас допустим, я знаю все объекты специалистов, которые работают в кино, потому что я это все сам прошел, и сейчас мне легко, потому что у меня есть команда, и я знаю, кто что должен сделать, что ничего может не хватать, или наоборот хватает, да, и допустим, меня уже никто из моей команды не может сказать, вот этого нету, мы не можем снимать, потому что я бы не снимал, я знаю уже, что там должно быть, чего хватает, или не хватает, и с такой работой в малобюджетном кино голова начинает работать еще лучше, быстрее ты можешь иногда на ходу ориентироваться на обстоятельства малобюджетного кино и что-то уже вообще и в сценарии или в сюжетном ленине что-то поменять не в ощерб фильму. Я бы не стал ничего менять, я бы опять же после школы поступил в смоленский сериал, бросил бы там, перевелся бы в Ягу, окончил бы в Ягу, там, потом поработал бы таксистом, потому что новоиспеченного экономиста нигде не брали. Поработал бы в школе высшего спортивного астерства полгода, поработал бы два месяца в кинотеатре центральной сисадмином, поработал бы один год в министерстве экономики республики Саха-Якутия, а потом бы уволился бы по собственному желанию и работал бы в своем фото-видео агентстве снял бы свой самый любительский фильм и бросив это дело на два года, осмыслив все плюсы и минусы, все-таки бы вернулся в кино, снимал бы и снимал бы там некоторые фильмы там терпели кассовые провалы, эти долги и и так далее, да, вот это наоборот все-все дало и дает по сей день подпитку для дальнейшей работы, потому что вот эти все жизненные обстоятельства, они очень хорошо способствуют и в творчестве, да, такой жизненный опыт, где ты видишь многое, помогают растягивать, да, не обманывать зрителя, зритель все чувствует и ошибочно, очень ошибочное мнение, вот, ну, у нас в основном в Якутии авторское кино, да, многие, ну, задумываются, молодые режиссеры, да, я сниму историю про это, ну, где вот это очень, там, трогично, там, и так далее, и так далее, но они знают об этом, да, допустим, они считают, что вот зрителю вот это надо, для него вот это надо снимать, а то, что ты занимаешь зрителя, не зная своего зрителя, не зная сути истории, ты обманешь и себя, и зрителя, и это все почувствуют, в том числе и ты, а когда ты снимаешь за ногом, ну, особенно, когда ты начинаешь и снимаешь кино истории, которые волнуют тебя, ты должен, в первую очередь, занимать для себя, как ты это, ну, хорошо растяжешь, честно, правдиво, да, вот, тогда, и зритель помен, если ты сам себя будешь обманывать, выдумывать, то, что ты вообще не знаешь и с чем ты не знаком, у тебя ничего не получится, но, когда, конечно, ты снимешь 10-20 фильмов и у тебя будет опыт большой в режиссуре, тогда, да, ты можешь, наверное, снимать кино, о чем ты не знаешь, и, возможно, тебе это получится, а вот, в начале пути, особенно, ну, и вообще, вот, когда снимаешь кино, ты же рассказываешь какую-то историю, и всегда ты эту историю должен выбирать сам и рассказывать честно, и тогда все получится. Спасибо.